Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Клуб любителей динозавров. Мы продолжаем серию публикаций об отцах-основателях палеонтологии, животных, которых им удалось описать, и законах, которые они сформулировали. Сегодняшнего героя нашей рубрики, француза, зовут Жан-Батист Пьер-Антуан де Моне. Однако большинство знает его по более короткому имени. Жан-Батист Ламарк. Первое, за что мы должны быть благодарны Ламарку, это термин «биология». Именно он ввел его в широкое обращение в 1802 году. Ламарк был родом из семьи военных. Однако военная карьера требовала денег, а Жан-Батист был одиннадцатым ребенком в семье, и средств на его военную карьеру не хватило. Поэтому его отдали в языкский колледж, чтобы он готовился к духовному званию. Тем не менее, повоевать в качестве добровольца в семилетней войне Ламарк все же успел. Затем он оставил военную службу и стал учиться медицине. Естественные науки очень его увлекли. Главным образом – ботаника. Старания и упорство Ламарку было не занимать, поэтому уже через несколько лет он написал трехтомник «Французская флора». Эту книгу издали за счет государства, и она принесла Ламарку широкую известность. Он стал одним из самых знаменитых ботаников Франции и членом Парижской академии наук. Однако самым важным трудом в жизни Ламарка стала книга «Философия зоологии», которую он выпустил в 1809 году. Кстати, это год рождения Чарльза Дарвина. В этой книге Ламарк изложил свое видение эволюции живых организмов. В отличие от своих предшественников, он не просто распределил живые организмы по нескольким группам, но расположил их в виде лестницы, подразумевая, что более сложные организмы произошли от более простых. Таким образом, Ламарк отказался от преобладавшей в то время идеи о неизменности видов и предложил идею о постепенном усложнении живых организмов. Причиной таких изменений и усложнений он назвал изменение среды обитания. И это была весьма революционная идея для того времени. Задумывался Ламарк и над тем, каким образом изменения закрепляются у последующих поколений. Здесь показателен его пример с жирафом, в котором он объясняет, как эти животные приобрели длинную шею. По Ламарку дело происходило так. Родители жирафов в течение жизни все время тренировались, тянулись вверх за листьями, и поэтому их шеи несколько удлинились. Этот признак закрепился у потомства, которое уже появляется на свет с несколько более длинными шеями, и им не приходится приобретать этот признак так, как его приобрели родители. Однако, если в последующих поколениях у жирафов отпадет необходимость тянуться вверх, то шея может укоротиться обратно. И хотя идея о том, что наследственность изменяется от постоянных тренировок, оказалась неверной, в целом мысль о постепенном развитии живых организмов является одной из самых грандиозных идей в истории науки, потому что она позволяет объяснить, каким образом появилось то множество, то многообразие живого мира, которое мы можем наблюдать, в том числе может объяснить появление человека. Теория Ламарка не учитывала естественный отбор и случайные мутации в процессе эволюции живого. Однако, она вдохновила других ученых, в том числе Чарльза Дарвина, на продолжение исследований в области наследственности и изменчивости. К концу жизни, будучи уже глубоким стариком, Ламарк почти полностью ослеп. Но даже тогда он не оставил своих научных занятий и продолжал диктовать свои тексты дочери. В 1909 году, в честь столетия выхода в свет книги «Философия зоологии», в Париже был открыт памятник Ламарку. Надпись на постаменте гласит «Ламарку, основателю учения об эволюции». На памятнике также выбиты слова дочери Ламарка «Потомство будет восхищаться вами». И это чистая правда. Мы будем рады, если вы напишите в комментариях, что вы думаете о рубрике «Отцы-основатели». И, конечно, не забудьте поставить лайк. А на сегодня это всё. Пока! Продолжение следует...